Приветствую всех искренно любящих Господа Иисуса Христа. Хочу сегодня поделиться с вами одной историей, которая произошла в моей жизни, когда я учился в Библийском университете в Москве. Называется Всемирная миссия Церковь Агаты. Когда я там учился, закончил, мне нужно было выйти, у меня в руках не было денег. Последний рубль, именно рубль, я достал из кармана, я положил на стол и вышел из университета, сказав эти слова. «Аврам вышел из ура Халдейского. Сейчас ты выходишь из колледжа. Посмотрим, у тебя есть вера или нет?» Бог чудесным образом подготавливал почву для этого дня. Он дал мне место жилья, он дал мне возможность работать. И я тогда занимался переводом Библии из русского на английский язык, потому что развивал английский язык. Я поступил там на ферму. Оттуда мы для университета покупали в свое время молоко, и я поступил туда, чтобы работать. И я работал с животными, конкретно с коровами. Однажды случилось нечто очень интересное. Я не ожидал, я не понимал, что этот мир очень интересный. Я не знал, что столько тани есть там. Там было приблизительно 80-100 коров. Из них приблизительно 40 доилось и давало молоко. Там одна коровка встала с места, но она намочила, и потом легла на эту мочу, и потом свой хвост в навоз и в эту мочу. И когда я подошел, чтобы доить эту коровку с помощью аппарата, она хвостом ударила мне по лицу, и у меня на лице как бы потекла вот эта моча со навозом. Вы знаете, было так больно мне. Больно духовно. Больно психологически, знаете. Я не могу это объяснить, но мне было не по себе. Я говорю, Боже мой, пройти столько пути, приходить сюда, учиться, закончить. Господи Боже, я не знаю, что это значит. Почему так? Знаете, тихий такой голос, тихое такое веяние. А я родился в такой атмосфере. Вы знаете, все мое богословие, все мое знание как бы уничтожено было за одну секунду. Я именно в эту секунду понял, что я ничего не понимаю в Евангелии. Я ничего не понимаю в Библии. Я абсолютно ничего не понимаю в действии Бога Живого. Вы знаете, это было что-то. Это был конкретно 95-й год. Октябрь месяц. Царь царей и Господь господствующих родился в такой атмосфере. И вдруг я себя так унизительно, так низко чувствовал, что вот так. А потом атмосфера абсолютно изменилась. Вы знаете, я там часто молился. Когда я молился, именно во время этих процессов, эти животные как бы переставали как бы шуметь. И они слушали эту молитву. Это было очень интересно. Итак, одна из коров, конкретно 92-я, поранила себя в имя. И когда я подходил, чтобы ставить аппарат, вы знаете, коровка прижалась к стенке, переставала жевать. И так страшно было ей. Но я так спокойно подходил, мочил как бы вот это вимя, чтобы вот этот сухой навоз вымыть, потому что когда доешь, молоко должно быть чистым. И так аккуратно я это делал, что не причинял, малейшей боли не причинял. А я не знал, как вот снимать аппарат, чтобы не было ей больно. Бог дал мне мудрость, что выключи вакуум, аппарат сам упадет. Так я и поступал каждый раз. И вот ее молоко я собирал отдельно, чтобы не портить полностью все молоко, потому что молоко как бы ее было с кровью. Я это убирал, очищал. Вот. И через некоторое время я там мазал мазь, мазь, которую дали мне, две мази, до дойки и после дойки. И однажды, когда я дотронулся до виме, знаете, рана упала, и я так обрадовался, я так обрадовался, что коровка исцелена. Но понимаете, что случилось? Когда постоянно я подходил к коровке, чтобы вот делать то же самое, вот эту процедуру, я вдруг ошутил, что коровка перестала бояться. Она перестала к стенке прижиматься. И в моем присутствии она спокойно жувала жувачку. Вы знаете, она кушала эту травку. И я понял, что она поняла, что в моем присутствии мой голос, мой запах ее не причиняет вреда. И она переставала чувствовать угрозу вот в моем присутствии. Потом, я когда подошел через несколько дней к пятой коровке, она повернулась, чтобы лизать себе спинку и чесать, а я подошел и двумя руками и начал чесать спинку коровки. Она повернулась ко мне и начала лизать мои руки. Я свидетельствую перед Господом, друзья мои. Коровка как бы благодарила меня. Я не знал, что этот мир полон разговоров. Я никогда не понимал это. Но вот там директор и другие вот мне говорили, что я обманщик. Я говорю, почему? Они мне говорят, а почему коровки слушаются тебя? Ты говоришь, что ты с ними никогда не имел дела. А я никогда не имел дела с ними. Я жил в городе, я офицер запаса, и я не имел общения с этими животными. Но любовь Господня я показывал, оказывал к этим животным тоже, и они как бы вот так поступали. Очень было интересно. Именно когда коровка начали лизать мои руки, Бог проговорил к моему сердцу. Я услышал голос так. Сын мой, посмотри, корова поранила в имя, и корова не знает, что делать. Она чувствует боль, но она не знает, где болит. А тебе я дал мудрость и разум. И ты берешь мазь, ты подходишь, чтобы мазать ранку коровки, и вот она, вместо того, чтобы благодарить тебя или быть благодарным, она бьет тебе ногой или рогами. Но ты же не перестаешь это дело делать. Ты же до конца это дело делаешь, и в конечном итоге вот это животное начинает тебе доверять. Я поставлю тебя среди людей. Я покажу тебе раны человеков. Я дам тебе совершенное лекарство, чтобы ты ложил на раны этих людей. Вместо того, чтобы благодарить, они будут хулить тебя, они будут сплетничать о тебе, они будут каким-то образом вредить тебе. Но если ты не перестанешь это делать, и это будешь делать до конца, эти люди точно так же будут доверять тебя. Им не будет страшно в твоем присутствии. Мой дорогой брат, моя дорогая сестра, человечество, человеки, человек, каждый человек нуждается в тебе. Он нуждается, чтобы ты служил этим людям. Ниши людей далеко. ниши где-то там в других странах, в других государствах. Бог знает, какого человека рядом с тобой поставить. Бог знает, куда тебя послать, чтобы окружайшая среда нуждалась именно в тебе. Ты можешь это не ошушать, но эти люди и те, которые противоборствуют тебе, они нуждаются в тебе, потому что ты представляешь Бога. Бог, когда посылает тебя в определенное общество, Он дает тебе конкретную атрибутику, конкретные инструменты Бог дает тебе, чтобы ты это делал. Исцеление Божие через Христа Иисуса происходит естественным образом. Не нужно, чтобы там, допустим, были молнии, громы, не знаю что, не нужно. Это исцеление приходит. Вы представьте себе Иоанна Крестителя. Ни одного чуда Он не сделал. Бог через него ни одного чуда не сделал. Но однако этот человек настолько был авторитетным, что вся страна приходила к нему. Вся страна. Этот человек просто жил, но он жил на том месте, где его поставил Бог. И он был в своей миссии именно исполнял то, что сказал Бог. Вот почему все люди приходили к нему. Поэтому, когда хоть одна душа нуждается именно в тебе, Бог посылает тебя туда. Может быть, ты едешь в какой-то город, там что-то делаешь и приходишь, или там у тебя ничего не получается. Ты думаешь, что это было в суе? Никогда. Ты сын Божий, ты дочь Бога живого. Невозможно, чтобы и в твоей жизни было это все. Вспомни, на дороге где-то может с тобой встретиться душа, человек, который может даже не контактировать с тобою, но увидит Бога, и через это получит исцеление, через твое свидетельство, особенно через свидетельство твоей жизни. Это важно. И когда ты находишься в такой атмосфере, где ты чувствуешь себя уничиженным, не удручайся. Почему? Потому что царь царей и Господь господствующих, Он прошел эти пути. Почему Иисус прошел эти пути? Почему? Написано послание евреям, что мы имеем такого первосвященника, который прошел этот путь и может вполне разумея, сознавая твое состояние, ходатайствовать о тебе. Скажи мне, пожалуйста, разве Он не Бог? Он Бог. Почему же Он должен был пройти этот путь, чтобы только тогда понимать в твое состояние? Он прошел не для себя этот путь. Он прошел для тебя и для меня этот путь, чтобы не Он понимал, как мы себя чувствуем, чтобы мы понимали и разумели, что Господь для нас это сделал так, чтобы мы разумели, что Он нас понимает. Ради нас, чтобы это понимание пришло к нам. и когда мы понимаем, что Господь нас понимает, нам становится легко пройти этот путь и легко пронести это служение. Важно очень. Посмотрите на конечный итог апостола Павла. Этот прекрасный человек говорит Диане апостола в 20 главе, что он исполнил свое дело и просит у Господа и желает, чтобы он свое дело исполнял с радостью. В чем была радость? Проповедовать Евангелие Царствия. В чем была радость? Потому что в этой проповеди в самом процессе было много нападений, много ударов. Почему? Потому что тьма нападает. Что Бог не может убрать эту тьму, Бог все может. Но тьма нужна. Нет, тьма не инструмент Божий. Нет, но она нужна. Поэтому Бог допускает эту тьму. Он допускает. Даже себя окутывает мглою, чтобы если человек хочет искать Бога и подходить к Нему, он должен был пройти через эту мглу, через эту осязаемую тьму. Представьте себе, что есть свиток, и на этом свитке написано очень важное для всех человеков, для вечной жизни, для Царствия Божия. И Бог тебе говорит, я дам тебе этот свиток. Если ты от всего сердца и от всей души желаешь, я дам тебе этот свиток. Ты говоришь, я желаю от всего сердца и от всей души я желаю, прошу тебе, дай мне. и Бог разжигает рядом костер большой, сильный, мощный, там пламя сильное, и Бог этот свиток перед твоими глазами бросает в этот костер и говорит, возьми, если ты от всей души, если ты от всего сердца желаешь этот свиток и хочешь спасения людей, ты засунешь твои руки в этот огонь и достанешь оттуда вот этот свиток и Бог будет убежден в тебе, что ты дот, которого он доверил и которому он доверяя не останется в стыду сам Бог. Почему? Потому что избрал такого как ты. Вот почему написано, что сей я полагаю на сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Вот о чем говорится речь, что ты проходишь испытание и после твоего испытания Бог доверяет тебе свое служение. Будь тверд, мой брат, будь тверд, моя сестра, и будь всегда бдителен. Бог хочет твоего служения, он хочет доверять тебя. Отдавайся Господу, если нужно, войди в огонь, пламя не опалит тебя, воды не потопят тебя. Будь в Боге, пусть Бог прославляется в себе, и пусть Бог прославит тебя в себе. Во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Мир дому вашему аминь. Аминь.